Все началось в середине октября, когда одна из учениц второй школы города Видное заболела корью, острым инфекционным вирусным заболеванием, особенностью которого является высокий уровень заразности. Первоклассницу тут же изолировали от остальных учеников. По словам директора учебного заведения Татьяны Самохиной, вирус девочка привезла после поездки в Челябинск, где она была на каникулах. Вместе с первоклассницей по домам на время карантина отправили еще семь непривитых ребят. Остальные 1700 учеников продолжают получать знания в стенах школы. Врачи рекомендуют самый верный способ уберечь своего ребенка от кори вовремя его привить. Если же вы этого не сделали, то при первых подозрениях на заболевание необходимо сразу же обратиться к педиатру. Самолечение может привести к печальным последствиям. Признаки кори – температура выше 38 градусов, воспаление слизистых оболочек рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, пятнистая сыпь, которая начинается с лица и распространяется по всему телу. В основном болеют дети, которые у нас непривитые. Также характерно и для взрослых, которые утрачивают иммунитет. То есть иммунитет сохраняется где-то до 15-16 лет. То есть он утрачивается к этому возрасту и может оказаться в группе риска. Кори остается одной из самых значимых причин детской смертности в развивающихся странах. Поэтому так важно вовремя прививать малышей. Кори не терпит самолечения. Запущенные формы могут привести к пневмонии, бронхиту, поражению головного мозга, летальному исходу. Опасно это заболевание и для взрослых. Если вы не помните, прививали ли вас родители или переболели вы ею в детстве, обратитесь к своему терапевту. Детишки прививаются в 12 месяцев, затем идет ревакцинация к школе, то есть это в 6-7 лет. И дальше уже можно ревакцинацию проводить взрослым. Взрослым человеку нужно обратиться к терапевту, посмотреть напряженность иммунитета. Таким образом, врач выяснит, привиты вы или нет. При необходимости назначит вакцинацию. А непривитые ученики второй школы, где и произошел случай заболевания корью, вернутся в стены своего учебного учреждения 8 ноября. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого.